как бы шишку потирает но был осматривать утра пивом приложишь а так я перебежками передвигаюсь ребят можно вас немножко становлю запись включил да я чуть-чуть опоздал буквально на том моменте я включил когда зак уже шлепнулся понятно я тоже что-то поздно подумал об этом вот я перебежками передвигаюсь к лавке сэдрика а сэдрика сундукевича да ребята продолжение в следующий раз когда будем ложиться спать зак связываем я уже при наручники я прослушал покупаем наручники и самых хитрых привязываем кровати и корку 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 тоже можно принципе в принципе да я думаю даже арку больше чем кровать весит ой но так и задумывался да зак перелуками ночными избегая на кого он упал это какой-то бомжал поместного так перелуками ты подбираешься к лавке сэдрика ты стоишь перед ней видишь что огонь в окнах не горит света нет тишина слышит такое поскрипывание непонятно изнутри так попробовать слегка при открыть дверь входную давай 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 даже сделаем так далеко перемотал вот ты это пропланировал я примерно подозревал что может что-то такое быть поэтому поэтому может ты можешь вправе сюда сейчас на магазин да могу окей ты стоишь перед главным входом магазина сено сено убери вот тут да это главный вход это главное через королица поменьше так отлично а я слегка проверяю закрыта дверь или нет слегка вот так вот есть открыть на твое удивление к твоему жуткому изгумлению дверь закрыта стран вообще ужас так мне кажется ли у меня какие-то псайкинские способности связываться с этими со своими членами групп поджигай тебе кажется какие-то голоса тебе кажется что это последствия контузии после падения из окна вполне может быть давай заглянем в окошко окошко у нас где находится вот здесь окошко до находится не завида не видно но вижу вот здесь вот здесь а давай так а как там ходить чтобы видели все а вот вижу и никто ничего не видит я вас провожат отпустят вот провожу отпустил ну тут что-то нарисовалась куда-то пошел чем кто-то в их а кошку за окружает подписывающие подписи таки взгляд подписывающий расчет и прочего не бой можно же просто передвигаться свободно можно можно дать спокойно передвигаться не знаю что это было сейчас тактический резервзак включился сбой идут матрицы в нем режим шарок включился тогда да ну-ка я заглядываю в окошко там а вот тут который а как пометить . подойди себе на окошке оказываюсь вот ну и быть на окошке ничего страшно ты видишь через пыльное стекло в комнату поход это спальня закрывайте никого зачем сундуку спальня интересно так попробовать приоткрыть окошко а чё там за ковер такой сундуку с моим ковер это приставь достатка и богатство ковер тоже тащить у любой у любого уважающегося торговца есть разный ковер в советском союзе мы все были торговцы мы были близки это были признак зажиточного человека или мимика открыть окошко так для начала ты понимаешь что он закрытый внутри на щеколду ты можешь попытаться просунуть кинжал если есть кинжал и попытаться поддеть эту щеколду сын кинжал тебе нужна ловкость давай попробуем довольно сложно опта плотно закрыты щеколда тоже такая надежная 15 ну поехали может ты просовываешь кинжал пола под раму высадок языка от сосредоточения делаешь пару движений кинжал так слышу такой щелчок и повода отодвигается окно теперь можно открыть что чтобы тихо его приподнять чтобы звуках тебе нужно ловкость десятка ты приподнимаешь окошко пытаешься туда засунуть руку и соскальзывает окно и те бьет прям по пальцам во первых во первых 1 до 4 насколько у нас уроки здоровья то 9 же 8 до а теперь прокинь на силу воли чтобы не заорать как девчонка воли воли тебе нужно 10 да ты прикалываешься очень больно неожиданно ты прям кусаешь свою рука в такой и сдерживаешься никто ничего не услышал ну ты поднять окошко открыто то ты понимаешь что как бы тут надо силу приложить хотя бы хотя бы 10 быть нужно открывать эти окна ты застрял ну ты стоишь стоишь короче тебя руки под рамы прижатые прищемленные рама застряла не туда не сюда ты вот так вот стоишь руки руки под рамы я надеюсь это мимик он мы благородных кровей да да ты слышишь еще и откуда ты достаточно близко походу ты ломишься в спальню к мимику так что мне делать ты слышишь сзади похрюкивание а у меня на оба этих обе руки до похрюкивание сзади да ты чувствуешь что тебя спину тыщется 4 любопытные влажный пятачок попробовать схватить ногами за голову свинью и оседлать ее чтобы она меня выдернула ядритую мать я даже не знаю что это начало ловкость начало интеллект ты берешь свинью удушающий захват свинья просто херевает от такого поворота событий короче смотрят тебя выпучены глазами и начинает пытаться вырваться у вас идет battle проверка силы твоя сила выносим до силу кажется не твой день уходят свинюха вырывается короче и рассерженно бьете двумя ногами прям копытами по яйцам волю так как так как ты обездвижен у тебя что у нее бонус к попадание это было коротко прощайте друзья мы говорим что это пять часов до этого 6 дамага слушать такой колокольный звон раздается проверку конститушена чтобы не вырубиться осталось ну такого то ему нужно находить потому что это критический удар по шарам собрать волю в кулак и чтобы не рубиться пятка в глазах темнеет прямо круги перед глазами какие-то параситы бегают дедочки но ты остаешься создание свинья возмущенно крюкают убегает до серебро не хочу так ладно идем в лабанг радушки чего поплюй на ладошки может выскользут а если он кричат бросит слюна ну ладно давай попробуем облизать руки поплевать на ладошки блин слезы стряхнуть туда после этого удара свиньи хорошо ты заливаешь раму слезами и соплями и слюнями и становишься очень скользко попробовать еще раз выдернуть палец из-под рамы хорошо сила и так и быть да это к ней добавляется бонус ловкости плюс два десятка десятку десятку ты упираешься ногами в стену напрягаешься и так пулей вылетаешь во дворик выдергивая руки из-под рамы я понял кстати есть лечебный так слушай ты очень сильно топор хочешь да нет я не просто поминаю потому что еще уйти отсюда надо если он лезет ты видишь как пальцы сначала становятся красными потом начинают приобретать нежный такой синеватый оттенок я выпиваю кукурузную лечилку 1d6 плюс опьянение отлично опьянение дает эффект и минус минус 1 штраф ко всем броскам и надо себе где-то это пометить да проходит со временем при употреблении алкоголя аккумулируется чем больше пьешь тем сильнее штрафы но зато у тебя то у тебя есть небольшой бонус сейчас если вдруг спит в спальне то зачем туда ломиться надо искать склад я бы искал бы черную дверь как истинный вор не ломился бы грудь и запись записал вот и харизма плюс один да 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 на на час окей так так ахилок сколько 6 из всей жизни да еще плюс у тебя там какой-то скилки это 1d6 плюс опьянение получается 8 по теперь так идея 1 пойти постучаться в дверь и попробовать взбухнуть по и цедрика не плохая идея давай попробую вот этому окну подобраться и ты заглядываешь в это прихожую дальше теряется в темноте но ты видишь прихожую и что что вещи лежат стойки и собственно как бы магазин находится вот в дальней видимо части магазин ну как бы узнаешь здесь вы торговались окей хочу осмотреть окно он такой же как спальня абсолютно давай попробую приоткрыть его жальчиком попробую у тебя пальцы синие плохо слушается плюс ты еще подбухнул немножко давай пятнашку ловкости чтобы вскрыть ножом минус 1 ты делаешь это уже не в первый раз и даже несмотря на то что у тебя пальцы прищеблены были побаливают и то что у башки уж такой приятно кукурузный туман стоит шире ловко вскрываешь окно открыто в принципе как бы поймали это окно или открыть окно окей сила 10 ты просовываешь руки но уже научный горьким опытом ты так поддерживаешь рукой раму аккуратненько и приоткрываешь полностью достаточно чтобы ты смог туда пролезть так а теперь я хочу осмотреть внимательный что в комнате ну все что я вижу присмотреться там может ловушки какие-нибудь еще чуть-чуть и тос но вот прямо вот отсюда ты не можешь стать есть там какие-то ловушки нет ловушки ты видишь обстановку комнаты напорик стол стоит да как бы на нем какие-то вещи стоят тарелки лишь витрины запертые по бокам я залезаю на подоконник залезаешь на подоконник ты чувствуешь как ногой задеваешь кактус выкинь пожалуйста на рефлекс успеть поймать падающий горшок десятка схватить падающий кактус при тем как он прям падает на землю и у держу на весу прям над полом у тебя собак падает капли под положить кактус я кладу к себе в рюкзак падеж кактус рюкзак первой добычи взята такилу делать буду ты грохнешься и причем прямо этот кактус так вот молчал бы ты там а вот так отсюда я могу внимательно как бы осмотреть не знаю вот эту зону куда я вот буду спрыгивать 10 на внимательность это perception да ты осматриваешь поверхность пола ковра понимаешь вроде как бы никаких ловушек просто обычный но перед тем как спрыгнуть в последний момент замечаешь лазерные лучи на пол это сигнализация ты понимаешь это сигнализация хорошо так я хочу спрыгнуть вот сюда вот ты присматриваешься замечаешь два луча сейчас тут будет форт боя это заучит смерти такой толст собой физки очень похож не проще карандашом было нарисовать проще наверное так секундочку и ничего сейчас вы видите пьяного джерс бонда это еще не все начинаем ты замечаешь люстру наверху и ты понимаешь что если ты прокинешь веревку ты сможешь подвесить себя над полом если раскачаешься то ты видишь в конце зала вот вот здесь стоит какой-то рубиновый камень который красно светится возможно это выключать окей поболевать может протрезвеешь кидаю ну пытаюсь закинуть веревку на этот на люстру у тебя есть веревка да веревка 15 футов одна штука окей ловкость десятку легко ой абсолютно легко максимально ловкий урок ты раскручиваешь веревку над головой закидываешь на люстру и понимаешь что ты ее случайно отпустил ты видишь что веревка на люстре болтается прямо над лучами ладно хорошо а вот этот луч я хочу посмотреть на какой высоте вообще он на высоте примерно сантиметров 15 над полом прямо в темноте мерцает перед тобой перед лицом хорошо давай тогда вот так вот видно это нет ты давай потихонечку давай как милый ёвович блин но я потихонечку и двигаю вот так вот ты пытаешься перешагиваю перешагиваешь хорошо декстерите 5 ты уверен что сегодня твой день ты перешагиваешь через луч и шлёпаешься на пол прямо перед тобой стоит витрина с амулетом она закрыта да ё-моё ты видишь что прямо перед тобой перед лицом призывно блестит тот самый амулет с тиськами во а так осмотреть витрину повнимательней на ловушке и прочее персепшеном да давай ой а ты осматриваешь витрину и понимаешь что в замке есть ловушка с шипом с отравленным угу так у меня есть дизейбл девайс есть ну давай попробую её обезвредить хорошо эээ сложно достаточно наверное без инструментов конечно ну кинжальчиком кинжальчиком хорошо давай есть не забывай что у тебя ещё штраф идёт к броскам за то что ты пьяный подожди у меня дизейбл девайс 13 минус 1-12 минус 1-12 покажи ээээ ты засовываешь аккуратно кончик кинжала прямо в замочную сквозную слышишь щелчок скрежет иглы по металлу твоего ножа и аккуратненько так выгибаешь её в сторону как гвоздь ммм ловушка безврежена остался замок ээээ ты вытаскиваешь кинжал и аккуратно об ковёр вытираешь остатки яда так хорошо ээээ у витрины двери они на каких петлях держатся на внутренней то есть снаружи нет никаких винтиков а давай так d20 если 1d10 эдли снаружи если 10-20 они внутри так 1d20 да хуже хорошая модель эдли внутри всё по уму сделано видимо сэдрик садукевич дрожит своими амулетами так давай попробую кинжалом взломать замок ну его при открытии язычок то есть у меня кинжал то он вроде тонкий хотя что тоньше медвежья затычка или кинжалы в принципе толщины они одинаковые одинаковые примерно ну давай кинжалом попробуем кинжал я думаю будет наверное потоньше все таки медвежья лапа она большая заточка да почти как меч что ты пытаешься сделать кинжальчиком поковыряться в замке чтобы встретить его слушай ну без отмычек без всего 15 просто чтобы ножом вскрыть это надо быть мастером так это чё у нас это ловкость ловкость а ты вскрываешь замок и умудряешься забрать себе его вместе с ловушкой а теперь у меня есть замок плюс ловушка сломан ты умудрился еще и пока открыл замок ты умудрился ее еще и починить отлично так прямо мастер взломщик пьяный мастер пьяный мастер тихонечко открываю витрину открываешь витрину перед тобой целый рост амулетов нельзя было ему такое говорить ну так это уже интересней амулеты в глазах и щелк 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 что я вижу видишь амулетик сиськами блестящий такой здоровенный красивый на цепочке видишь красный амулет с таким камушком который пульсирует внутренним светом видишь желтый амулет который там поблескивает в темноте и видишь амулет в виде звезды пентаграммы такой давай я беру амулет в виде пентаграммы и в виде сисек отлично берешь амулет в виде пентаграммы почему не все там подставы есть ну ты ловку просовываешь руку в витрину и хватаешь эти два самых таких на твой взгляд ценных амулета и кладу к себе ну надеваешь ну в смысле кладешь да надевайте пока дискнул это сначала определите что это такое а с тиски же мы кстати знаем что такое это что было напомните в торговле по моему тогда это им не поможет нет 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 в торговле это был с пентаграммой харизма да там было сказано что амулет с сиськами помогает очень сильно с женщинами так шикарно так я очень аккуратненько отхожу там было в описании в ценнике сказано что любая женщина за этот амулет готова будет душу продать торп надо дать он нас этот мускулистые харизматичные так я вот сюда вот делаю шажок не ходи никогда по коврам никогда не ходи по коврам эээ делай ну я вот влево на 5 футов передвинулся двигайся двигайся да и передвинулся уже ну ты двигайся а там по клеточкам ты тупаешь тупаешь по мягкому ковру просто так не спеша двигай себя по клеточкам я понял так окей не хорошо нет я сначала хочу внимательно осмотреть область ковра вот тут перед собой кто там вообще может быть я что-то увижу так где а вот ну перед собой ты видишь табуретки какие-то ммм хороший ковер такой мягкий ворсистый виды что его периодически убивают тебе очень нравится этот ковер понимаешь что стоит нормальных денег так нет ковер мне совсем не нравится ну куда вы ладно я считаю что это фишка прошлого сезона он уже устарел фасончик тебе не особо да да я вот так вот потихонечки какие-то пидорские в общем да тебе не нравится вот так он делает ты идешь так в этот момент ты слышишь так бутс 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 из спальни выпрыгивает цедрик сундукевич так ты понимаешь что он спит по сути он у него замочные скважины закрыты а у него есть этот кольцо потому что в носу и я прячусь его можно этот замк этим замком запереться замок и корма иглой ядовитый в рот ему да а что-то нас лазеры куда-то подвинулись туда внезапно ну вот я тоже не понимаю я прячусь под ковер с следующим движением вот так вот я с края ковра нахожусь так хоп и под ковер окей чтобы спрятаться под ковер моментально давай стелс угу десятку стелс мастер стелса потих нажал змея западаешь под ковер и только небольшой холминг выдает твое местоположение и это не хвост см ну так я жду и прислушиваюсь где этот сундук и что он тут делает выжидаю л знал почему собой как сундук так прыгает по направлению к тебе слышишь как он топает по ковру а на него лазер не действует удивление нет возможно возможно у него возможно у него амулет есть какой-то оберег который едет на который действует лучи он 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 пропрыгивает буквально мимо тебя так зак ты понимаешь что он тебе прямо на руку сейчас прыгнет сейчас рефлекс быстренько не не поддерживаешь рефлекс до 10 10 рефлекс в руку брать быстро 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 выдергиваешь руку и cedric приземляется на том месте где он только что было буквально секунд назад лишь как он такой открывать к стенке подходит поворачивается он явно унатит золото да еще хочу золото еще еще больше больше золота ходят каким-то кругами и удаляется в дальнюю комнату закрывается дверь слышишь звуки падающих слитков железных хорошо чертова золото гномов методи сварения так отлично так я вылезаю из-под ковра выбираюсь ковра на камер прям перед лицом луч прям перед лицом так я пригибаюсь и переползу перед в плесядку короче я понял ты как лимба такой пройти под лучом пятерку на ловкость это сложно легко ну да ты пролезаешь под этим лучом и оказывается притык блин возле камина и прямо перед следующим лучом он находится где-то на высоте сантиметров 30 наверно где где-то по пояс так я тогда кидаю ну я тогда ловким прыжком перепрыгиваю вот сюда ловким прыжком акробатика 10 за короче вот так вот с альтухой короче делают по комнате и оказывается прямо посередине комнаты так за акции слышишь из окна возмущенная по хрюканье видишь как свинья короче смотрит на тебя и покажут копытом типа чих по гору погрозить и кулаком городе что кулаком среди интимидейшн десятку чтобы запугать ты видишь как свинья нахмуриваться . и показывается показывать типа как копытом типа глаза и на тебя глаза и на тебя делать вот эти два луча на какой высоте один над полом сантиметров 10 второе повыше сантиметров 40 так сантиметров 40 блин а прямо над тобой люстра и веревка висит о схватиться за веревку и подтянуться привязываешь веревку на поезд один край авторы а вторым краем начинаешь подтягиваться подлечаешь сам себя поднимать потолку и за люстру ты висишь в воздухе во первых давай силу тебе нужно 15 сил чтобы самому себя поднять воздух по моему на атомных часах безысходности они сдвинулись на пять минут ты висишь где-то посередине комнаты в воздухе болтаешься пытаешься поднять себя на руках на управлять что таким упражнениям ты не привык руки устали в этот момент открывается дверь слышится и выходит цедрик и идет прямо тебе здесь еще не видит я бы быстро подняться повыше тебе нужно срочно силы 15 как минимум пух поехали это делаешь прилив адреналина крыш перебираешь руками и поднимаешь поднимаешься в воздух прямо перед тем как цедрик оказывается под тобой он он стоит прямо потому ты висишь над ним привязаны и так дальше висишь на веревке над ним прямо руки-ноги раскинул веревку на руки наматываю держи веревку другой край край в зубах и чувствую что тебя капля пота полностью течет и прямо сейчас на цедрика может упасть чтобы успеть перехватить надо рефлекс 5 поймал да это у тебя капля пота с прямо с лица срывается летит на цедрика тут успеваешь рукой одной схватить и прям в воздухе прям на диплит при тем когда падает ему на крышку прям от усилищики выпускаешь веревку и так буквально на по 1 пару сантиметров вниз так короче просаживаешься но успеваешь удержать равновесии висишь прямо на цедрика счет которых проходит под тобой дело под руку завтра будут отличный день много зол больше золота больше и скрывается у себя в спальне скрывается и так отлично давай попробуем раскачаться и перепрыгнуть вот сюда реально на 35 футов на 10 метров научит веревку раскачаться перезвучит но нет я не спорят реально это будет нелегко это акробатика 20 на долин такой крит выкинуть так не давай я аккуратненько опускаюсь на пол опускаешься на пол руки дрожат от напряжения отвязываю веревку от себя так давай попробую проползти под вот этим лучом 40 сантиметров который хорошо давай пробовать это будет несложно пятерка кровь пятерка достать то есть я переползаю вот сюда вот ты знаешь как это таким движением танцевали червячком так хопа 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 короче и под ним проползаешь а я думал как футурами этот лимба танцевал негр бухгалтер у тебя еще будет шанс такой проявить это куча лучей куча лимба так хорошо я хочу подойти к столу и осмотреться смотреть вот этот стол что на нем есть у меня складывается впечатление что я смотрю какой-то игровой стрим уже почти час пардонте потом побьете его ногами пришли ребята поиграть называется соло гимми сейчас идет окей ты подходишь с того ты видишь топор и какие-то мелкие монеты непонятного происхождения и шкатулку закрытую который что-то как бы тяжелое а что за топор топор видимо кто-то принес на реализацию в комиссионку топор топор дровосек а так я хочу осмотреть шкатулку на предмет ловушку шкатулка обычная шкатулка ничего ничего сложного десятку ты понимаешь что в шкатулке 53 монеты судя по судя по весу и и и звону все три монеты два кольца четыре гвоздя и и как как кажется мятная конфетка почему кажется так давай это лег сменим музыку давай это попробуем вскрыть эту шкатулку сейчас ну чтобы вскрыть шкатулку десятку крышку заела блин зараза никак тебя сил не хватает подожди десятку до 14 а 15 минус 1 а хорошо ты вскрываешь шкатулку и собственно ты понимаешь что тебя не обманул то 4 там оказалось и говорил все три монеты два кольца четыре гвоздя и мятная конфетка давай забираю все монеты то есть не то чтобы всю шкатулку собирается липом она бы гремела все так работа на погремела вот забираю все монеты забираю кольца кольца они я их определить не могу да потому что нет ну кольца по вроде как ты в них не чувствуешь магический символ у тебя и не монолог такого нет красивые кольца до гвозди у нас 4 штук есть и мятная конфетка убери ее туда так хорошо так 53 монеты это у нас получается 476 плюс 53 520 529 а монет а там на золотые монеты или какие да да золотые монеты вот шикарно давай тогда я ставлю шкатулку обратно на стол закрываю ее можно и тогда так и ты чувствуешь тебя спину стверлит недобрый взгляд выходит через другое окно а сын не любит мятные конфеты а можно проверить давай я кину ей мятную конфетку хорошо чтобы кинуть сию мятную конфету ловкость 10 чтобы могу пойти не так ты размахиваешься как питчер и кидаешь мятную конфету через всю комнату ты видишь как конфета со свиста влечит через всю комнату и подбивает свинье правый глаз хватит злить свинью свинья на секунду исчезает что она очень очень недовольна тобой сейчас принесет вторую за вторую заточку так давай я тогда это беги глупец она же граната может не сюда вот сюда и осматривают три вот этих луча раз два три подкачалась ты видишь что свинья достает арбалет зак внезапно ты слышишь свист я хочу у вернулся я летит арбалетный болт рефлекс арбалетный болт попадаете прямо чуть пониже спины пробивает кожаные штаны твои красные и застревает прямо в булке минус 2 дамага ты видишь что свинья недолго недобро успехается и передергивает затвор да пусть мозги себе передерник на какой высоте вот эти 40 сантиметров 10 10 сантиметров и 30 я проползаю под 40 суда покажи ему лет сиськами может она женщина у нее этих сисек аж 8 штук на у нее больше так я вот переползли парк это выигрывает я хочу проползти вот под этим лучом а хорошо да давай декстерите под тремя сразу не только вот под одним вот под этим окей 5 пролезаешь так так этот 30 у нас да давай ложек и сделают и под этим пролезаю вот сюда еще еще 5 декстерите пролезаешь и ловко перепрыгиваю вот эту штуку сначала последний да 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 10 сантиметров и перепрыгиваю ловко 5 декстерите ловко перепрыгиваешь просто с альтухой и приземляет приземляясь тогда на колену руку руках в сторону как из их уставляешь и слышишь свинист арбалета стрелы который крутит тебя я уворачиваюсь не знаю че я делаю рефлекс 15 до минус 14 арбалета стрелы втыкается тебе симметрично ниже спины на три дамага я показываю те грозите копытом передергать затвор так я подхожу вот сюда вот к этому да к сияющему камню да и осматриваю его просто ну привет понимаешь что это свинья шмаляет он так что-то осматривает ты осматриваешь камень понимаешь что это ну рубин светить с таким же цветом как и лучи лазерный прям попробую на него нажать пригнись и меня тебя застолом убить не будет нажимаешь ты видишь как лучи один за другим начинают выключаться и пропадать походу это был выключатель который сигнализацию включал так я так 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 короче я бегу вот так плащу и одеваю его окей ты подбегаешь и одеваешь красивое больное платье добавляет добавляет но такой эльфов топор топор надо сначала от свиньи избавиться блин как топор и свинью ты слышишь свист арбалета стилы рефлекс 15 все помните меня молодым ты приседаешь и вовремя и стрела прямо над тобой втыкается в манекеном с которого ты снял платье так помилили так свинья так типа 7 виду показать и снова передергает затвор ты видишь что она кактусом хочу сейчас я кубе и будешь ловкость нас ты пытаешься кинуть сию кактусом швыряешь его и разбиваешь окно окна окно вдребезге с грохотом разлетается просто ты слышишь кто куда и таки бум-бум-бум сэдрик походу проснулся и идет я бегу вот сюда он туалет дверь закрыта в туалет то есть я толкаю на замке до накрыть что ли он ее закрывается просоне я пытаюсь взломать дверь чтобы ее взломать тебе нужно либо сейчас силы 10 чтобы причем и вынести в туалет ворваться либо ловкость 15 ловкостью там были вы что шутить у тебя у тебя у тебя у тебя там сам птички замок поворачивать а у тебя тебя кинжал в замке застревает и бегу на середину комнаты в прыжке хватаюсь за веревку веревку тоже убрал но и не убирал и снимал и отвязал от себя да сказал что я к себе привязал и лишь садик перед тобой стоит ты можешь попытаться двух ног вырубить прежде чем успеет себя увидеть давай во первых ловкость 15 схватиться за веревку успех ты бежишь такой в своему прыгаешь отталкиваешься в воздухе от стула такой типа взлетаешь как орел прямо как как фильм как спарта как брэд питт такой хватит пытаешься хватить за веревку чтобы с двух ног с эдрика вынести короче раскачавшись ты понимаешь что ты хватаешься за веревку но наверху она не закреплена она разматывается и ты прям падаешь на ковер на спину в позе морской звезды так пиздых и лежишь кто что здесь ты поймешь что он под слеповат он еще ничего не видит кто здесь воры за я заболзаю под ковер я поскольку возле него и ты лучше посмотри может у него кольцо есть для замка сундук ты слышишь свист арбалет на стрелы рефлекс 15 так между нами сэдрик да ну цель река низкий так он тоже лежит пытаясь заползти туда хорошо рефлекс 5 собственно спрятаться за сэдрика а сэдрик не хочет то же самое проверить и по моему тогда вполне логично что он решит что я разбил окно сэдрик пытается тоже увернуться нужно 15 ты видишь что стрела со свистом летит и втыкается сэдрику прямо в задний борт или линии сэдрик орет как девчонка помогите убивают свинья такая сворь это сделал бросает арбалет убегает но на прощай на прощание так показываем копытами глаза и тебя глаза и тебя и по городу по городу копытом чик короче убегает акт сэдрик это как помогите слышишь топот стражи короче и что происходит слышишь город голос ярика ярик и став вы его наверно помните бежит в бежит в голове стражи по улице для найду этих мерзавцев раздавлю им яйца камин зажжен камин нет не зажжет санта клаус наоборот вот так вот вот так вот вот так вот в камине смотри есть если есть несколько вариант подхода ты можешь либо пытаться в камин заползти либо в стелсе под ковром проползти мимо сэдрик и выпрыгнуть в окно открытое из перетерпали слушай это хороший вариант давай я вот так вот под ковром мимо сэдрика и пытаюсь выгнуть в окно окей на стражнике такой страны с главного входа вот-вот-вот ничего стрелся уйду ну давай стелс 10 давай а не хватило 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 окей ты зигзагом под ковром такой как у и мимо сэдрика короче вот так вот и рыбкой в окно прыгаешь приземляешься прямо в траву ты видишь как из-за угла появляется насильных отцветы от факелов стражни за какого угла из этого за домовку там я у ползаю ползком вот сюда окей ты у ползаешь вот сюда вот и скрываешься в ночной темноте противоположная сторона от стражников да вы слышите и платье сними при этом так так в платье как выходит да 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 это пугает не только меня по-моему людей я пока никто не видит я в этом так ты бежишь в этом в платье с двумя стрелами в заднице огороды пробираешься да это сортир выбираешься огородами обратно к таверне вы слышите истошные крики сэдрика крики стражников народ волнуется за это выглядывать из окон я пытаюсь залезть в свое в окно в кадре строя вылез а ты можешь пытаться но так как ты веревку там оставил ты можешь по трубе вот этой говнотечной подняться на второй этаж и сортир давай давай акробатика 15 вот как он делает когда это надо подбираешь полы своего шикарного больного платья розового прыгаешь на трубу и быстро быстро перебирая руками ногами пулей взлетаешь по трубе по этой короче скользя по этому говну и прямо забираешься в туалет открываешь кабинку и запрыгиваешь туда ты в безопасности ты слышишь и слышишь по снизу бегут собаки и пробегает отряд стража с покелами так я снимаюсь у тебя оборудование по краям и к краям и глаза ты успеваешь заметить как как бомбушка трусит в поворот по дворке сворит на все это делал короче я ну как и крестится нормально хорошая маскировка короче снимаю себя больное платье вот и иду к себе в комнату как ни в чем не бывало а вы еще 2 до вместо две стрелы в жопе ты можешь хиллера попросить на утро на животе сами рассосутся крепкий переварится ну окей ты снимаешь сожалению платье убираешь его в рюкзак вынимаешь стрелы задница и идешь свою комнату а у меня две стрелы в инвентаре появляются два болта да два сломанных болта да парни есть шанс что спустя два часа вы наконец поиграете я иду к себе в комнату нет все я иду к себе в комнату ложусь в кроватку и сплю получаешь бана на следующий неделю спит утра доброе утро господа давайте переболел тебе повезло короче ты не подхватил медвежий спид которому сейчас эпидемия медвежий спида нога на арбалетных стрелах которыми свиньи стреляют очень часто попадается запомнил свиньи стреляют из арбалетов не кончает и дал ей пять минут она бы еще и пушку притащила так ну чё кого ждем все здесь все здесь вроде нет торт тартар тарта 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 здесь ну отлично вот утром просыпаетесь лечитесь и ложимся спать обратно при при присты с последних сил как будто открывает глаза залечивает себя рогу и вырубается спать дальше потому что просто выжатый как лимон ему нужно прийти в себя ну собственно вы сидите наверху думаете чё делать пойдем это склянки банки я хочу блин не на это можно приставлен подставить таким образом я хотел у него спрятать под этим под матрасом правильно и записку это сделал я предание ладно давай спустимся к таверщику спросим у него по поводу сундука где можно спрятать личные вещи так чтобы никто не мог посмотреть роли нас не камеры хранения есть для постояльцев ну чтете но я спускаюсь к таверщику да вы спускайтесь вниз в главный зал видите что таверщик протирает кружки зале много народа все возбуждены как что-то обсуждают густые голосов видите как и много стражников сидят и в дальнем углу сидят несколько чуваков из фбр все дальнего бюро и все дальнего бюро расследования и чего-то записывал своих блокнотики может быть пойдем дальше поднять работу факел деревня должна сгореть в камине есть факел есть в лесочке надо прикопать да и все торт короче давай руки куда сообщение представляете делать вы видите как к вам через толпу движется двое фбр пальцы в ухо держит короче в очках уорка небольшая харизма ну вы посмотрите у вора было по-моему харизма на 12 харизма сейчас лучше вообще нет если бы они были эльфами а ты был в платье взял бы козы надо быстро привязали ну ладно давайте выдвигаться к этим ребятам дать выдвигать фбр сумму улыбающихся свои 30 30 9 зубов и на сколько нет собственно и здорово с ними а фбр все подходит к вам и так руку один вытягивает вперед в черные перчатки такой вот и люди процент скажите пожалуйста где вы были этой ночью так это спали наверху после заказа сил устанавливали и кстати получили результаты того дерева который мы раскрыли да мы короче отправили медведей в инквизицию они там короче из них информацию то убивают они на все расскажут рады рады служить как бы до горят горят и сначала как бы делали вид что на человеческом говорить иметь и ретархи тубе тонкими голосами знаете так заливисты поют рядом служить феодорием бюро расследований да так парни просто как бы дело такое я смотрю вы на стороне закона стоите обеими ногами так сказать возможно нам не помешало бы содействие большое мы собирались уже отбыть в столицу в наш славный город город кукурузы но к сожалению это ночью произошел дерзкий налет что же что случилось горит представляете уважаемого торговца седрика сундукевича ночью какие-то мрази на гопстоп взяли вломились частную собственность покушение на убийство короче пытались застрелить взломали витрины украли платье его покойной жены любимая между прочим а самое главное он говорит что ни за что не простит вот его любимый кактус по имени феликс который на служили выращивал они разбили вандалы агат все год простил бы золото там бриллианты короче бог то с ним но феликса говорит блять не прощу не в жизнь какой ужас любые деньги предлагает короче за поимку преступников но от нас это расследование ты хочешь и наш конек больше грубые силы и тома без приста прист отдыхает после парня я не знаю может быть вы могли бы там сходить на место преступления и какие-то какие-то может быть зацепки нашли бы нам чуть подсказали бы какую сторону нам копать да 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 говорят что на месте преступления был обнаружен арбалет орудие преступления собственность которого господина седрика уважаемую ранили прямо так сказать нанесли ему поражение в тыльную часть так сказать крышки также был обнаружен и взломанные окна видимо преступники преступников было несколько что окна были вскрыты как бы спальне и прихожей также были была найдена веревка на люстре это был очень хитрый план и возможно не хотели повесить господин седрика что еще раз подтверждает версию о покушении на убийство также были найдены под окном следы свиных копыт многочисленные и грязные следы на ковре и кинжал который застрял в двери хорошо тогда давайте постепенно кстати не забудьте пожалуйста кинжал у зак отберите потому что он его оставил в двери торчащих а если бы пометил что это криво я просто потому что вот тут не забыли что кинжал вы оставили торчащим прям там двери замке застрял на вас то есть момент что надо идти разбираться сейчас давайте поступим так мы с воином пойдем разбираться рога пойдет магазин лечки покупать другой магазин для нашего приста а в каком другом там же еще магазин с этим господин деревянные лечки у него нет табличек да нету есть но лечит потом когда окей хорошо обращаюсь к этим выросшим и мы зайдем кстати да что он по подмене место лечит дает мы зайдем обязательно к сундукевич и говоришь хорошо спасибо богу будем ждать да все добро они удаляются да они поворачиваются уходят и видите как они какого-то бомжа сторону так типа уважаемый а что вы делали за ночью начинают опрашивать так я поворачиваюсь команде так роботе надо валить куда-то сейчас потому что первых на с преступлением приходить нельзя потому что первых и не опознает во вторых он уже бомжа допрашивает а нам нужно всю вину на синюю свалить есть два варианта развития событий либо ты находишь свинью и херачи и чтобы не сдала вот либо просто сейчас куда-то свинчуешь молчание ветчины и соответственно у тебя будет шанс это поквитаться с гадиной который тебе две дырки заняться сделала лишние ну давай я пойду это сейчас на движение за . играем в винни-пуху и пятачка что свинья может быть членом организованной преступности но это мы выясним и рок может потасть в засаду но очевидно одно что уроки сейчас нельзя появляться на миска и строительство процентов это факт ну че давайте разойдемся тогда как или что ну да у всех да окей тогда здесь там встречаемся в этой же пивнухе ну че я иду на улицу и начинаю озираться презрительно внимательно поисках свиньи на скотном дворе у них там бар свой ты 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 выходишь на центральную улицу и пытаешься выстрелить сию своим знаменитым подписывающим взглядом детектива широта до 20 лет 20 до персепшен персепшен 20 но следов много свинья прошла и не одна возможно а у них были сообщники пойти по следам и приходишь в свинарник там свиньи смотрят на себя я хочу осмотреть тиху какой-то из них должен быть подбит глаз ты пытаешься опознать сию я понял ты выстраиваешь их в линию короче фасов профиль пытаюсь их осмотреть все чтобы чтобы опоздать чтобы опознать сию выкинь пожалуйста на персепшен 15 ты понимаешь что свиньи местные явно родились лет пять назад в одной из них кариес другой запор третий высшее неоконченное образование и склонность к суициду а также ты выясняешь все их паспортные пенсионные данные но то есть и некоторые нуждаются и них нет она может влез очень не место преступления были на я разговаривать с ними не могу мы можем больше узнаете синие как бы поговорить о сне а то я не знаю ты хочешь попытаться поговорить о свиньи опиши как я просто я пытаюсь понять о давай я достаю один арбалетный болт показываю свиньям и делаю не показан арбалетный болт и показываю на каждую из свиней типа из разряда чего это и подальше покатать фантомиму с арбалетным болтом да еще никогда не видели такого цирка да это будет интересно попробую даже на харизму там есть проверка запугать зачем может может запугать запугать он может харизму господи проверка 20 ты очень-очень долго к бегаешь с этим болтом тишь ты чешу вырыли с этим болтом показываешь на свою задницу на болт короче покажешь ты сильней прыгаешь ты на ноге короче берешь ногу короче так назад короче по журавля показываешь все не смотрят на себя как бы под найти каста посралась в общем ничего нового но поможет лучше когда я держаться ну мы пойдем к этому человеку а а только будет держаться и неподалеку мы не подастся к моему видимости но узнал какую информацию и нам поможет давай я буду где-нибудь по кустам да по этим ну там и не не надо себя вести короче давайте издали узнал этого леса и чудо я говорю что у муру только держись рядом с вон и раз винарник а там не знаю какую лавочку бочку под забор карман сижу никого не трогаю думаю так вот смотрю голубую и синего неба и думаю прикинься окей и своему соответственно делимся сундукевич окей двигайте к сундукевичу вы подходите к лавке сундукевич и и видите довольно оживленную толпу которая собралась вокруг дома они что-то обсуждают видите что дом окружен желтой шелковой лентой с надписью стража возле входа дежурит двое вооруженных стражников с арбалетами и видите если вы видите внутри сундукевича выседающего стески стражниками ну че идем к стражам нам надо внутривать попасть ну да я думаю стражников сначала походим к стражам проходим через ленточку или они у кого ленточки стоят ну конечно ладно можно по твоим стражникам ага так и надо верно нас сделать а тут же файтинга не будет скорее всего может можете сделать себя если вам проще так будет ходить осматривать вперед вышагивает орг за ним также поигрывая плечами воин и вы окажется перед стражниками один из них делать вам уже с такой спорта стоять короче и гражданские сюда нельзя делать дело стража это было как что то что то что вам здесь надо здесь место преступления добрый день мы по уручительству фбр собственно осмотреть место преступления я отдала что здесь нужно все отдал это наша территория вы не справляйте свои обязанности вот и не просили нас мешаться хороший булбур стражники присут при приглядываться друг с другом кричиток это не добрый так нахмуриваются один такой ярик тут это умники какие-то пришли говорят я работаю плохо тут так что я как кто поспел видите как выходит ярик здоровый с ним ходить вы еще такое чего вам опять надо короче видите я занят у меня тут это преступление века у нас такого никогда в деревне не было так мы понимаем и на помощь пришли нас тут не это местные фбр сказали помочь вам вы такие рады да честь наших заслуг враги на дипломатию 5 что мы не хотим что у нас есть где-то дипломатит за столько времени еще не открыл яс так она не нужна была дипломатия я река к Ладно, черт с вами У меня дело запутано Никогда такого не было Заходите Может это поделитесь тоже информацией Что случилось Вы заходите внутрь и видите Что перед стражником стоит Седрик Весь такой в бинтах У него сзади крышка перемотана бинтами Он такой Все, что нажито Такие непосильно трудом Все украли Платье, бальное, дорогое Две штуки Шкатулка С драгоценностями Две Так, не, а шкатулку же, по-моему, не брали Так, содержимое Не мешает стонать Врет он для этой Для страховки Амулеты, амулеты ценнейшие Такие, такие самые семейные Геликви Три штуки По два раза украли Суки Есть какие-то подозрения Кто мог учить данное Он говорит Такие, я все-таки видел Я видел этих негодяев И кто же это был? Он говорит Это были двое Двое негодяев Как они выглядели? Один из них Морда Противная Противная Ну чисто свинья Такая харя Короче Блин Отъебшийся С арбалетом Негодяя Меня прямо В грудь мне Стрелял Но я увернулся А второй Наверное Какой-то Жутко мерзкий Маленький Противный Трансвестит Столобщик За спины Хотел напасть Ну я конечно Ему с вертухи Там короче Носовал Там туда-сюда Я знаю кунг-фу Но Как бы К ним Подошло подкрепление Короче Я слышу Как там телега Подъехала Спортивная Короче Они в нее Запрыгнули Все Награбленное Загрузили Короче Меня оглушили И убежали Короче Я конечно Светлый Чел Типа вернитесь Твари Короче Я с вами Разберусь Но они застали Убежали Короче Я ему факел В жопу Запихнул Но я В упорной Борьбе Сумел выбить У них оружие Которые Мы не пытались Меня убить И он показан На арбалет Который лежит Полу Обеденный Мил Двоим Чину Внимательность Внимательность Это Около Языка Персепшен Что-то Подожди Счастье Ну вот так Совещаемся Можно Построить Где оно В намоках Главное Там три Три штучки Персепшен Посредине Внизу Почти Профессию Просвать Я что-то Не очень Да персепшен Хотят узнать Сколько Увы Ааа Я понял Горка Запустился Детективный режим Да-да-да Шучился Вот я пытался Дарвить Шевеликов Хонса А вот Все Блин Да не Икини А че у тебя там Ааа Блин А ровно Ощедено Ладно Я это Смотрите Арбалет Войн идет Собственно говоря Смотреть Под окном Сюда Видимо Ну как Осматривать территорию Скажем так Вот тут Тут Но делают Упор на То что здесь Так Я что Я осматриваю Арбалет Нет Перцепшенки Да Ааа Вы Видите Как стражники Так Наблюдает За орком Ну я Такой Типа Это Оржи Да Орг Орг Подходит Ставит Среду Комнаты Закрывает Глаза И Переходит В чертоге Разума Видите Как Появляется Таким Подписывающим Взгляд Орка Над каждым Предметом В комнате Появляются Такие Надписи На Стражники Появляется Написано Любит Бухать Диарея И две Любовницы На Ярике Написано На Ярике Нападается Надпись Любит Пончики И Свою Племянницу На Арбалете Самозарядная Модель 9 Миллиметров Полуавтоматический Собственно Я его Посмотрел Да Или что Да Ты 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 Его Осматриваешь Чтобы Внимательно Его Рассмотреть Perception Сколько Там Выкину 16 16 Ты Замечаешь Такой След Копыта На Прикладе Отпечаток Также Две Зарубки На Прикладе Видимо Это Жертва Жертва Обозначает Удачный Выстрел Да И Ты Понимаешь Что Это Достаточно Неплохая Армейская Модель Страна Видите В деревне Оружие Опытного Воина Или Убийца Понятно Так Ну Чего А Воин В это Время Под окнами Смотрит Навоз Крязь Что 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 Ты Пытаешь Найки Следы Следы Ищи Да Следы Собственно Может быть Нечеловечес Свинья Убежала Окей Следы Ну Понятно Здесь Как бы Было Такое Столпотворение Видимо Много Людей Уже Прошел Старший Старщики Натоптали Но Ты можешь Попытаться Найти Действительно Но Это Будет Сложно 15 Доварищ Клинчев Все равно Ничего Нечо 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 Принюхивись Присматриваюсь Пытаюсь Что Нибудь Ахрен Ты Принюхиваешься Пахнет Говном Пахнет В общем Логично Также Ты чувствуешь Что От ближайшего Стражника Пахнет Кукурузной Водкой Следы не нашли Ну Собственно Следы Нашли Но Много Так Ты В них Не можешь Разобраться Я захожу И собственно У меня к Ярику Один вопрос Товарищ Ярик А не делали ли вы Слепки Копыт Слепки Копыт С арбалета Ну Чтобы слечить Потом Приложить К свиньи И слечить Астань Свинья Какая свинья Даже Так На арбалете Копыта Он такой Посмотрит Ооо И правда Это был Демон И жертва Жертва Тоже Говорит На свиную Морду И что Стрелял Стрелял Что-то Похожее На свинью Ну Как Синю Умей стрелять Стрелял Вы что Парни Ну Видимо Какая-то Не очень Интересная Свинья Что Значит Свиньи Умей стрелял 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 Ярик Эрик Такое Ну Ладно Допустим Я конечно Готов предположить Что это Дичь Конечно Но Черт Возьми Как Вы догадались Что Это Было Свинья Так Так Что Вы Сказ Я Че Это Подожди Я Даже Не знаю Что Сказать Ну Так Сказал Сундук Так Сказал Сундук И арбалет И улики Все Элементарно Мой дорогой Ярик Сундук Сказал Что У Того Кто Покушался Была Морда Свиньи На Арбалете Мы Нашли Отпечаток Копыта За Окном Есть Отпечатки Копыт Свинских Все Просто А Как Ж Как Ж Следы На Ковре И Он Покажет Следы На Ковре Которые Ну Явно Не Продолжать Свинья Ну Это Было Его Суще Скажите Во Первых Сейчас Минуточку Существик Свиньи Еще Не Установлен Это Раз И Был Он Это Тоже Непонятно Это Два А Так Как Это Собственно Горя Часть Лавки Так Здесь Много Людей Ходят И На Этом Ковре Очень Много Людей Могу Натоптать И Определить Опечаток Замечательно Стопы По Времени Мы Не В той Эпохе Живем Так Что Это Обычное Дело Это Оружейный Магазин Где Люди Торгуют Люди Приходят Так Что Здесь Много Наших Опечатков И Ваш Вы Слушайте Седрик Такой Загук А Так Моя Голова Я В Плуз Все Схватки Кутер Не Совсем Совсем Забыл У Меня Есть Новомодные Камеры Наблюдения И Он Показывает Наверх Видите Что Под Потолком Висит Клетка Камера Вне Сидит Эльф Маленький Который Рисует Портреты Он Говорит Такие Такие Можешь Все Проверить У На Моя Есть Записи Так Окей Хотел Один Пойдемте Посмотрим Если Облегчит Нам Работу Агат Погодите Это Наше Дело Вы Как Бы Даже Не Работать ФБР Сначала Должен Я Знакомиться Говорит Ярик Ты Может Подождите Месяц Знакомиться Какая Разница В Мы Не Работаем ФБР Мы Работаем следовательно мы фбр полномочия выше давай-ка на блеф десяточку ты смысл блеф он правду говорит ул ул ахахахаха атака севать и дарижа хендалов спектр парня короче можете ознакомиться и мы после вас короче они ваше предприятие вы подходите к камере наблюдения короче вне сидит эльф короче и и так это дрожащими руками зарисовывается что там происходило вы видите короче на пачках листов нарисован гном в платье короче сидю с арбалетом вы все это вакханалию в картинка в комиксах которые происходило ночью картинки да и где нарисован этот блин но этот придурок снова у эльф нарисуешься на парень его скажи что бог я блин а что реальному кукурузной дать давай сначала посылку лиму кукуруза все очень очень непонятно обычаторадим еще страдать подойдем до не сериком не 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 без него без него сначала только ему вдвоем смотрят потом туда вас не поговорим что он знает а потом уже мухин кукурузный варьем может быть они с этим а я посмотрю кстати я не знаю по мою покупал одну только не то что мы с тридцательными свойствами было можно буквально поздравить инвентарь а кстати так как вы успешно представились перед стражниками феодалами то что вы работаете на феодальном бюро расследований я река дает вам ключ отсек все квартиры от всего дома ты сможешь попасть в любую комнату туда поле кроме одной отлично там в замке кинжал застрял боль бери это ключик это носить просроченный 1 2 4 плюс 1 это вот который плюс алкоголь да вот эту штуку побочный эффект он рандом или он всегда алкоголь мне кукурузная лечилка это 1d6 просроченная просроченная просрочная просрочная с памяткой просрочно дают побочные эффекты при лечении возможно возможно нет все это да у меня нет ничего интересного не нужно же можно и брелось полнебось господи ночь не пропустить нужно забираем эти картинки собственно с клинком да что нибудь может тоже посмотрим давай мы увеземим может как улью тип того да вы оставьте те картинки где изображена свинья на какой-нибудь вообще картинки можно различить лицо до газа почти мы бы гнома а сейчас скажу вы так перелистывать и внимательно комикс который рисовал эльф из камеры наблюдения и видите пару картинок где он прямо лицом такую тычется прям забираем картинки да но эльф же еще нарисую а вам или у на два раза вам попадаются картинки где гномы висит на веревках над лазерными лучами и на центре нет суши ну по памяти нарисовать уже не похоже будет явно в любом случае мы забираем все картинки где можно опознать гномы оставляем те картинки которые где марика то бедная свинья а может скажем что это прикрытие там где-нибудь вообще на картинке видно что свинья в окне вы присматривайтесь разрешение конечно не очень хорошая рисунок как бы видите что эльф достаточно дешевым модели старый такой болезненный и поэтому зернистость большая но видите что в окне какая-то ушастая тень с арбалетом горящими глазами есть у нее какие-то черты может как она отличается от других кроме подбитого глаза видимо ты можешь попросить эльфа увеличить фрагмент картинки подрывая фабрю можешь вот тут увеличить а стоп стоп здесь остановить ты короче показываешь картинку тебе нужно элемент картинки увеличить эльф чешет голову доставят игру высовывает язык начинает рисовать на картинке увеличенный кусок картинки с окном видите же как он и вырисовывать тщательно окно сервиста конечно немножко разбывчат он так чертим мазками рисует и там такая темный силуэт с ушами с горящими глазами и арбалет прямо целится прямо в камеру наблюдения не замечаем ничего подозрительно у меня есть реальная идея давай можно сказать попробовать попробовать что это свинья это организованная преступность которую мы разбегая а реально гном это был наш агент поднять идея хорошие вдруг внедрился говорили дает хороший но это если совсем не может и не может это сделать яхо-хо-хо-хо-хо я попробовал бы вытащить ножик из этой двери уже все там что-то заберем на руки за свиньи для опознания вот это сейчас увеличены копию которую прикинул то ставим увлеченную копию заберем и забирать но и ты уже забрал соответственно все фотографии да ну все на рисунке но все благодарим за содействие кланяем секунду сушеном бред зал сюда он по памяти хрен сделает я не знаю но это может специфический эльф конечно тут всяк разум ждут лазер есть а вы уходя не хотите просить как это работает на смысле эльф можно и кашка ваша гениальный план сейчас скажу цедриком собственно интересуюсь наглажаемый цедрика не подскажите справа ли вообще справен ли и нормально ли работает ваш эльф можно ли доверять изображение такие шо вы говорите я есть я специально из столицы выписал этого сейчас там самая такая разгул преступности и в любом уважаемом себя доме или у торговца есть такие камеры с эльфами наблюдения спроси про функцию записи вообще зарисовки эльфу он на лайк только пишет или еще и записи может вести ну таки если копию стоит сделать то конечно и сохраняются через какое время они пропадут зависит зависит такие от эльфа опять же есть все молодые такие которые по памяти могут хранить довольно большие объемы воспоминания есть конечно вот конечно сожалению не самый как бы молодой эльф уже как бы память тоже подводят если на ирисует то он очень быстро забывается он в детстве отберется и но мы надеемся что он все таки успел все запечатлеть впечатлительные да и мы не сможем все это делаем проанализировать спасибо ну а сейчас это это такое постойте вот этот человек остается найдите этих мразей они убили феликса полюбимый кактус я выращивал вас сто пятьдесят два года и три месяца и шестрасят дней и три часа какое вознаграждение было у нас я так я так и лично дам вам 200 золотых полноценных и предмет из моего магазина если вы привезете мету мразь живой вы спросите какой предмет осталось у вас только оцениваете жизнь своего кактуса так мало ага такие предметы у меня магически они стоят огромные такие деньги это мразь нам не живой и особенно особенно как этот мерзкий токарик трансвистит вот его точно как бы привезите я вам 300 дам так заплатит отдашь я уже знаю это вот цедрика в этом платье похоронил а обязательно ширину я рада все смертного сколько мы заработаем молим все там друзья убьют но мы найдем а вот он задал что конечно поменьше 5 100 не больше хорошо понятно так процент соответственно подходим к линку подходит торчит и но один один стражник такой 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 дергатом и не имею и не был но это я уже пробовал не достается крепко сидит я пытаюсь и улучшить и стены саньян сила да сила 15 чёрт в ленте это когда вы чё король артуру блять не выходит в мяч кому и попробуй дернём лучше я палец собой заберите армалет вам нужен кулика арваледа попробуем ладно пробую окей 2 выдернуть отлично без права ты тянешь за кинжал и вы дергаешь вместе с дверью чёрт перестарался а кинжал как-то можно кинжал тебе как бы падает в руку по столько двери дверь выпадает но у тебя в руках дверь оказывается так щас запишу что мне там кинжал макия урога интересно кто и то что смотрим конечно там же это это же большой дом рога гном это было интересно ну ты попрыгивал просто высоко вы видите что-то типа кухоньки лестница на второй этаж а чё тут делать нечего смысл туалет зайдите посмотрите какими слитками он гадит да 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 мне просто интересно посмотреть вообще что там на втором этаже вдруг у него есть какой-нибудь секрет а туалет или там видите вот здесь вот дверь только что выловили туда так вышло ладно я подхожу туалету и заглядываю ааааа ты видишь там такая труба уходит куда-то вниз и в такое небольшое отверстие а в нее может пролезть свинья свинья ты будешь искать свинью чтобы запихать туда свинью нет если пролезет то у меня есть идея счастье таким образом они могли проникнуть в дом подожди окно открыто там свинья была с арбалетом все понятно уже так это в акции но у нас не будет что то что это 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 интересно что там на втором уходе в так арбалет 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 так мы понимаем так мы она хранится расследование ее она должна храниться в нашем участке хорошо пусть заберут арбалет это нам это поможет нам нужно забрать это в итоге доказательном синий пусть забирают ладно согласен тогда я предлагаю нам надо наставить на то что нам надо забрать этот арбалет для того чтобы снять отпечатки а потом дипломатия дипломатии или блеф смотри что он будет использовать у меня дипломатия не очень хорошо у меня единичка а блеф у меня у меня у меня тройка дипломатия вот и отлично окей что ты хочешь сказать ялику подожди он еще пока ничего не хочет сказать подожди он так прокидывается тренирует руку ну опечатки капот снимаем потом возвращаем обратный арбалет а это это скорее всего уже блеф будет а не дипломатия так это же нормальная стандартная процедура украина ты же не мальчик окей надо наставил перед я река на том что нам крайне необходимо забрать арбалет для того чтобы снять отпечатки копыт арбалет вы же хотите найти и мы должны его забрать садир задаю вопрос я реку если дау я он говорит ну конечно хочу ну содействуйте нам и мы быстрее отыщем виновного только я не понял каким образом если вы заберете сейчас арбалет это поможет мне найти преступника мы а ну все давай мы же с медведями помогли вам кому надо говорит мы снимем отпечатки копыт с этого арбалета и будем собирать их с каждой свиньей в этом городе мы не отступимся пока не найдем этого это свинью да это свинью так какие дипломатии 10 в таком кинню ну ладно ууууу уууууу там такая чёртова феодалы суют свой нос в каждое дело блин это это самая громкое преступление в этой деревне за все время что я здесь живу и они у меня отбирают всю славу он говорит ладно хрен с вами во дня главное раскрыть преступление Забирайте арбалет Не волнуйтесь, мы постараемся Только верните Мы смогли с медведями справиться С этими свиней мы тоже справимся Окей Так, соответственно А, вопрос Где тут А у вас тут один централизован на халяву Где держат свиней, или дофига? Он говорит Че? Окей, ничего, идем дальше Арбалет берем с собой И все Давай тут я тоже попробую смотреться Можно? Арбалет вы забираете Так Арбалет 1D6 В ингреди Но при этом Он Поавтоматически То есть стреляет Каждый ход То есть стреляешь, перейдешь в затор Стреляешь, как бы Стрела каждый ход летит Не через год Отлично Но при этом В магазине всего Три стрелы После трех стрел Уйдет перезарядка до два хода Сейчас я таинство запишу А я пока Сатисты пока записываются Могу тут осмотреться тоже? Запишите Меч Фу, блядь Арбалет таинства Аса-свина В этот момент Орг Склоняется Над грязью Над дерьмящим Под окнами Так Пальцем Тук Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...